Добрый день, друзья мои, коллеги. Это обзоринка по компании Тик Милусами. Я Артур Идиатур. В продолжении моей предыдущей статьи про возможный лаг между процессом распространения вирусом и отражение этого процесса в данных, которые нам предоставляет официально Китай, а это именно подтвержденные случаи. Я бы хотел представить вашему вниманию следующую таблицу с весьма наивной для любого эпидемиолога математикой, расчетами, которая, однако, убеждает, что вспышку вируса вируса действительно удалось взять под контроль. Обратите внимание на четвертый столбец и на шестой столбец. Это темп роста заболевших, зараженных и темп роста смертей. Достаточно банальные показатели. Они рассчитываются как относительные превращения зараженных и смертей по сравнению с предыдущим днем и выраженные в процентах. То есть, наверное, чтобы нам получить показатели в 26%, мы отнимаем от этого значения значение предыдущего дня и делим на значение предыдущего дня, получаем 26%. Справедливо полагать, что, так как далеко не все инвесторы и трейдеры – эксперты в области эпидемиологии, скудную статистику поставляет только официальный Китай, данные по числу зараженных и по числу смерти – это единственные солидные данные, которые вообще можно, получается, анализировать. И, соответственно, такие характеристики вспышки, как темп роста зараженных и темп роста смертей, вполне могли быть взяты рынком за критерии эффективности контроля вспышки и летальности вспышки. С течением времени можно видеть, например, в темпах числа зараженных, что происходит охлаждение показателей. Если он достигал пика 27 января в 65%, затем он постепенно снижался, достиг 19%, то же самое произошло в темпах роста смерти. Если мы смотрим на эти относительные показатели, то видно, что темп роста смерти также падает. Он достиг 18% к понедельнику, к 3 января. Как и предполагалось, карантин отразился в данных, то есть в подтвержденных случаях с некоторой задержкой. Примерно через полторы недели получается, так как на первых порах темпы диагностирования заболевания уступали темпам распространения вируса. Причиной этого были перегруженность больниц в эпицентре в Ухане, ограниченная пропускная способность медицинского персонала и медицинских учреждений, ограниченная также скорость производства медицинских тестов, необходимого оборудования для госпиталя, различных реагентов, и скорость проведения самого теста на явление коронавируса, он поначалу, как я писал в одной из предыдущих статей, он занимал около 5 дней, плюс, учитывая всю ту неразбериху, весь тот шок, который там возник, процесс выявления растягивался до 10 дней, до 2 недели. Получается, тот карантин, который был объявлен в Ухане 24 января, он начал проявляться постепенно, что как раз таки отражается в данных этих. Репутацию вируса как угрозы человечеству изрядно подпортили его темпы распространения и его летальность за пределами Китая, на что я не раз обращал внимание в предыдущих статьях, вкупе с карантином, который начинает действовать постепенно, данный тренд, данная тенденция, что вирус не распространяется за пределами Китая активно, это повышает шанс на то, что все-таки коронавирус данный не сменит статус эпидемии, который он сейчас имеет, на статус пандемии, что также позволяет рынкам все-таки расхватываться. Сегодня также появилась информация, что исследователи-вирусологи из Великобритании, а также исследователи из Китайского университета, они достигли значительного прогресса в получении вакцины, как завел один из британских исследователей, препарат будет тестироваться сначала на животных, а затем летом может быть протестирован на людях, конечно, если позволит финансирование, если дальше будет финансировать, так как, например, при вспышке вируса SARS, который вызывал типичный отмелоний в 2003 году, так как к лету он, по сути, будем говорить так, вымер, финансирование, естественно, прекратилось или значительно сократилось, поэтому и разработка вакцины затянулась, и до сих пор так и не было успешно закончено. И такие позитивные новости, потому что появилась возможность разработать вакцину быстро, эти новости обуславливают сегодняшнее положение отката в золоте, который мы наблюдаем, который пробил уже отметку 1050 пунктов, и также позитивную реакцию на рынках акций. На сегодняшний день всего спасибо за ваше внимание, уимся с вами в пятницу.